МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Петру Скороходу было всего лишь 16,5 лет, когда он добровольцем в 43-м году попал на фронт. Паренек ушел на войну бить фашистов, а через год ему был вынесен расстрельный приговор, который был заменен службой в штраф-роте. 16-летний доброволец Петр Скороход после двухмесячного обучения был направлен на службу в 72-й отдельную пулеметную роту. Почти сразу же ему присвоили звание эфрейтера и поручили командовать отделением. Вскоре после начала службы по приказу Сталина всех несовершеннолетних убрали с передовой, и юноша был переведен в отдельный полк правительственной связи войск НКВД. Служба здесь показалась Петру не совсем интересной, хотелось снова в бой на передовую. И вот однажды вечером радостная и в то же время роковая встреча с земляком, который служил в кавалерии и к тому времени уже командовал сотней. Однажды в селе Чаплино я там встретил своего довоенного соседа Башарина Леню. И он говорит, Петя, а была ночь, тоже вечером, Петя говорит, посмотри какие, а у них форма, сабли, кони, что у меня очень сила. И он говорит, мы получили задание и будем наступать. А он командовал сотней. Бывший сосед, теперь кавалерист, уговорил Петю оставить часть и отправиться вместе с кавалерией, не понимая, что подводит юношу под военный трибунал. Не понимал этого и 17-летний Петр. А желание уехать с кавалеристами на передовую было у юноши столь велико, что он решил найти своего командира и попросить отпустить его в другую часть. Когда тебе всего 17, то кажется, что это все так просто. Петя поискал командира взвода и не нашел. Тогда он просил передать, что ушел с кавалеристами, земляк дал ему лошадь и новую форму, и юноша отправился воевать. Но стать кавалеристом ему было не суждено. Вскоре Петра поймали. Уже было слышно бой, уже видно было фронтовая полоса. И там меня нашли представители СМЕРШа. Забрали и решили, привезли. Ну и последствия было. Они никак не могли понять, как молодой человек мог решиться вот так уехать, бросить и все прочее. Потом я им все рассказал. Я понимал, что я неправильно сделал. Ну что, мне в это время было 17 с половиной лет. Так решили кегибисты расстрелять меня перед строем полка, чтобы другим неповадно было нарушать дисциплину. Я понимал, военное время, я одного только не был согласен, что у меня такое строгое наказание. Расстрелять, это сильно переживал. Впрочем, наказание было изменено. Петр Скороход был направлен в штрафную роту. Нас было много, человек 600. Кормили плохо все равно. И не вовремя, но выдавали нам сухой паек. Пока перемещали. Это было Корсунько-Шевченское направление. Там был котел сильный, говорят. И нас туда направили. Вначале нам давали отдельные участки, потому что нас не смешивали. У нас же заградотряд, но у нас свои, так сказать, тела. И воевать мы начали. И неплохо. Правда, погибли. Ну, а где? Фронт есть фронт. Мы отдельные деревни брали. И все как положено воевали. Меня наградили первой медалью. Вот она. Вот она, вот она. Первую медаль я получил там. Вы не представляете, какая моя радость была. Я потом ее ценил. Ценил, если не меньше, чем один боевого красного знамя, что я получил в разведке потом. Петр оказался самым молодым в штрафруте. Он тогда еще не совсем понимал, где оказался, и что бойцов штрафруты отправляют на самые трудные и опасные задания. И количество потерь личного состава штрафрут во время наступательных операций было в несколько раз больше, чем в обычных подразделениях. Среди штрафников были и офицеры, и рядовые. Причины, по которым бойцы оказывали в штрафниках, различные и серьезные, и пустяковые. В штрафную роту попадали за то, что рассказывали анекдоты непозволенные. Попадали даже за песни. Вот один танкист был, я говорю, за что? А он говорит, вот, вот, была песня такая. Первая болванка закатила танкового, а вторая мина прибавила огня. Мелкими осколками поранила меня. Сестрица дорогая вяжет руку мне, а моя машина догорает в стороне. Потом меня вызвали в особый отдел. Почему я сволочу танки не сгорел? Вы меня простите, я им говорю, в следующем танке обязательно сгорю. У нас в штрафроте не было шермачей, бандитов. Все были военные. Так попало. Другой вот штрафроту показывает, штрафбатальон, там совсем по-другому. Но действия там на 100% молодцы сделали. И фильм, все-таки штрафники, они злее были. Они не просто воевали, эти штрафники. Они что-то такое творили. Они не жалели ни себя, ни немцев. Как вспоминает Петр Григорьевич, отношения между штрафниками были братскими. Они очень ценили жизнь. И если бы не было между ними такой большой дружбы, то потери в боях были бы больше. Они следили друг за другом в бою, прикрывая товарищей. В той штрафроте, в которую попал Петр Скороход, отношение командиров к штрафникам было не как преступникам, а как бойцам, которые исправляют свои ошибки собственной кровью. Вот в кино, там если что, так, ну вы враги народа, что ничего подобного у нас, клянусь, не было. Не слышал я такого, чтобы сказали, вы враги народа. А там по 58-й статье, кто воры, кто щипачи, кто думавышники. Нет, не считайте, что штрафная рота, это уже, вы уже, наоборот, здесь проявляете себя. Мы не верили, а потом убедились, проявляете себя. Если будете проявлять себя, но разрезили, как сказать, своих положений, в каком-то есть положении, вы не будете осужденные, вот это писать, носить за собой. Где бы вы ни были, вас не будут считать осужденными. Как вспоминает Петр Григорьевич, штрафные роты воевали, как и другие военные подразделения, и в обороне, и в наступлении. И никогда не воевали на расстоянии от противника. Перед наступлением их всегда подводили за нейтральную зону, ближе к врагу. Штрафники часто шли перед другими подразделениями и порой на них, как на живых мишенях, выявляли огневые точки противника. И мы лежим утром, туман, туман, нас не поднимают в атаку. Везде тихо, стрельбы нет, ракеты освещают, хоть иголки собирают. Значит, уже расцветает все, беспокоят, что немцы, уже видно, немцы бегают недалеко, через нейтральную полосу. А нас не поднимают в атаку. И все тут начали говорить, может, самим пойти. Сейчас же немцы нас перебьют. Развинилась мы рядом же. Ну, ничего не происходит. Приказ оттуда, заградотряда, командует. Значит, встать. Мы встали. Ну, а порядок такой. Встали и вообще без команды ни шагу, ни вперед, ни назад. Цепь, вот салат на цепи, и все. Ну, мы встали. По пять патронов нам выдали. И выдали винтовки. Нам автоматы не давали. Мы потом сами их добывали у немцев. И вот, значит, вперед, вперед, сам марш. Мы не кричали ни за родину, ни за Сталину. Потому что там и до не кричали, и после. А тут молча. Иначе шагом надо было идти. Бегом не разрешали. Мы идем. Немцы молчат. Мы идем. Немцы молчат. Мы вот уже доходим до немецких траншей. Видно даже село. Не то, что село, это видно, в чем немцы одеты. А нам команды никакой нет. Мы начали стрелять. Дали команду стрелять. Мы открыли огонь. Свои пять патронов. Немцы начали буквально косить нас. Короче говоря, нами выявляли огневые точки. Это потом уже нам сказали, почему так произошло. Ну и все. Начали косить. Я был ранен в ногу. Из 320 человек нас осталось 12. Юношу отправили в госпиталь. Его ранение как раз совпало с окончанием срока пребывания в штрафроте. А после лечения Петр Скороход начал службу в разведке. По молодости героизма и отваги юноше хватало. Но нужно было осваивать и приемы рукопашного боя, и владение холодным оружием, и умение грамотно и без потерь выполнять поставленные задания. За два года службы в разведке Петр Григорьевич был награжден многочисленными орденами и медалями, среди которых Орден Боевого Красного Знамени, Орден Славы, два Ордена Великой Отечественной, медали за взятие многих городов Европы, в том числе и Берлина. Мы прошли, освобождая Донбасс, Украину, Западную Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Восточную Пруссию. И в Восточной Пруссии, вот у меня есть медаль за взятие Кенигсберга. Я медали только три ношу. За взятие Кенигсберга и за взятие Берлина. И в Берлине, когда штурмом пошли занимать Берлин, я четвертый раз был ранен. Все четыре раза у меня пюлевые ранения. Это о чем-то говорит, что я не на расстоянии с рыцем был. Один даже стыком мне ногу проколол, будь он не ладный. Вот такие дела. Вот и моя война кончилась. 18-летний юноша вернулся с фронта старшиной и инвалидом второй группы. После возвращения домой Петр Скороход поступил в горный техникум. Потом получил высшее образование в Политехническом институте. Большую часть его трудовой биографии занимает работа на шахте в Новодружевске. Со временем Петр Скороход стал главным инженером шахты, а потом и ее директором. Пользовался заслуженным уважением и работников шахты, и жителей Лисичанска. Под его руководством была разработана система по технике безопасности, которая была признана и одобрена и Центральным комитетом партии, и министерствами. Система применялась во многих шахтах Советского Союза. За заслуги перед городом Петру Скороходу было присвоено звание почетного гражданина Лисичанска. Сейчас Петр Григорьевич на пенсии и проживает в родном городе вместе с любимой и единственной женой, Людмилой Константиновной, с которой вместе уже 53 года. Война давно окончилась, но не в памяти фронтовиков. Воспоминания о тех годах с ними на протяжении всей жизни. В памяти боевых товарищей, атаках, о тех моментах, которые забыть никогда не получится. Вот самое такое, из-за которого, если бывает, приснится, я просыпаюсь. Когда в дивизии всех уже пехотинцев перебили, Командир дивизии поднимает свой запас. А запас у него так, разведка и автоматчики. И он нас всех послал поднимать пехоту. А огонь был такой, что пехотинцы не поднимаются. Потому что это же как быки на убои шли. И я никогда не забуду, как тоже не старый, а молоденький солдат. Когда он лежит, а я подошел, подошел, подбегал. Ну это, там, знаете какая-то. Я ее толкнул, говорю, ну чего ты лежишь? Он так, как собачонка на меня смотрит. Я говорю, ну вдвоем же побежали, давай повраться. И вот эти глаза я никогда не забуду. Они мне часто снились. Ему не хотелось вставать. Он боялся, так же, как я был бесстрашный. Несколько раз все маму звал. На фронте Петр Скороход понял, что такое для него родина. Родина для 17-летнего юноши – это мама и папа, которые ждали его дома. И сестренка, которая писала ему письма в армии. И когда он шел в бой, то дрался за них. И за маленький украинский городок Лисичанск, в котором родился и в который всем сердцем хотел вернуться живым. Редактор субтитров А.Семкин